Всем привет, друзья и подруги, меня зовут Богатейший Ди. Какой хороший сегодня день на криптовалютном рынке, я такие люблю. Почти всё зеленеет, и биткоин очевидно не собирается умирать, и я верю, что и в будущем он не умрёт. Сегодняшнее видео будет очень интересное в том плане, что на основе полученной информации вы вполне сможете сделать свои собственные выводы и решения. Ведь ради этого мы и развиваемся, чтобы самостоятельно оценивать ситуацию и совершать взвешенные самостоятельные поступки. Сегодня мы поговорим о нескольких вещах. Первое, предложение биткоина. Мы все знаем, что предложение биткоинов ограничивается цифрой 21 миллион. Сегодня я поделюсь с вами тем, что фактически уже происходит. Это реальная история, в которую сложно поверить, но придётся. Ведь судя по всему, кое-кто очень хочет, чтобы 21 миллион биткоинов, как фиксированное предложение, осталось в прошлом. И чтобы монет было значительно больше. Вы спросите, а как это вообще возможно? Я объясню в этом видео, что это вполне реальная перспектива, ведь на протяжении нашей истории это уже происходило с другими дефицитными ресурсами. Второе, о чём мы поговорим, это SEC и их недавние свежие высказывания о биткоине. Эта тема тоже будет очень полезной, ведь она поможет вам определить, является ли ваш любимый альткоин проект utility токеном или security токеном. Это очень важно, когда вы хотите делать инвестиции. И третья, последняя тема для разговора в этом видео, это люди и то, что они делают. Вы не представляете, как много существует людей в криптопространстве, действующих в поле регулирования, которые пытаются ударить биткоин посильнее. По моему мнению, все они просто пытаются сделать себе имя в криптомире, особенно во всём, что связано с нормативно-регулятивными сферами криптовалюты. Зачем же им это делать? Да потому что для них это шанс сделать миллионы долларов в будущем, когда они придут в частный сектор. Я обязательно покажу вам идеальный пример того, о чём я говорю. А теперь начнём раскрывать эти темы подробно. Погнали! Кэтрин Хон. Технология биткоина помогает в раскрытии финансовых преступлений. Встречайте бывшего федерального прокурора США и нынешнего партнёра инвестиционной компании Adresen Horowitz Кэтрин Хон. А дальше, ребята, самое интересное. Которая стала лицом криптовалюты. Лицом криптовалюты. Вот с этим я не согласен. Как я и говорил, все они просто пытаются сделать имя в криптопространстве. Я гарантированно могу говорить, что большинство из вас видят это лицо впервые и даже не догадывались о её существовании до этого видео. Вы не можете называть этого человека лицом криптовалюты. Возможно, лицом Либры. Кэтрин Хон и её компания были движущей силой вместе с Фейсбуком в запуске криптовалюты Либра. Также она выступает против блокировки Либры. По её словам, это приведёт к угрозе национальной безопасности. Почему я обратил внимание на эту новость? Не из-за её содержания, отнюдь. Оно в принципе не играет для меня никакой роли. Я заметил эту новость из-за последствий. Я думаю, что это станет нормой в последующих годах. Все регуляторы, люди из разных слоёв, от комиссий по ценным бумагам SEC, FATF, вплоть до Конгресса, все они постараются заработать себе имя в этой сфере. Выступая как за, так и против биткоина, чтобы занять какие-то позиции, в том числе и в глазах частного сектора. И всё ради того, чтобы заработать миллионы долларов. Так было всегда, и теперь это происходит и с криптовалютным рынком. Поэтому я не удивлюсь, если однажды узнаю, что, например, Джей Клейтон владеет какими-то цифровыми активами. Возможно, даже токенами от того же JP Morgan, как вариант. Если что, Джей Клейтон является председателем комиссии по ценным бумагам и биржам США. Я не удивлюсь, потому что это реально имеет смысл. Да и многие другие ребята, кроме Клейтона, явно промышляют тем же. Просто подумайте то, что все эти люди получат после выхода на пенсию, это хорошо. Но если они продолжат, имея свои связи, обрабатывать частный сектор, то всё будет настолько шикарно, что даже и не сравнить. Не забывайте, все они взаимосвязаны. У них есть связи и даже дружественные отношения. А значит, больше сделок, больше дел и больше денег. Так что я думаю, что скоро мы будем наблюдать больше таких случаев, и это только начало. Далее идёт вторая новость, содержание которой меня также интересует не столь сильно, сколь то, что можно найти между строк. Давайте я найду оригинал этой статьи, ведь перевод, каким бы он не был профессиональным, всё-таки искажает суть. Если бы биткоин был ценной бумагой, это привело бы к существенным проблемам. На самом деле, это не нужно долго и много объяснять, так как мы это и так знаем. Просто подумайте, это децентрализованная валюта. Никаких генеральных директоров, лиц, отвечающих за его рост, никакой компании на фоне. Рост биткоина провоцирует само сообщество. И это очень уникальная вещь. Измерять это как секьюрити, вешать ярлыки ценных бумаг на это, было бы просто катастрофой. Но вот что самое главное. Если вы ищете объяснение тому, что есть, а что не есть ценными бумагами, то читайте этот абзац. Мы не считаем, что нынешние покупатели биткоина полагаются на существенные управленческие и предпринимательские усилия других людей для получения прибыли. Это, ребята, очень важное предложение. Просто перечитайте его внимательно и с пониманием. Соответственно, поскольку Сифер намерен инвестировать практически все свои активы в биткоины в том виде, в котором он сейчас существует, он не соответствует определению активов инвестиционной компании в соответствии с законом об инвестиционных компаниях. Но самая важная часть месседжа. Мы не считаем, что нынешние покупатели биткоина полагаются на существенные управленческие и предпринимательские усилия других людей для получения прибыли. Ребята, откройте CoinMarketCap. Как много из этих альткоинов полагаются на эту очень печальную вещь? Как много из их покупателей ожидают телодвижения от проекта, от управленческих характеристик SEO, от предпринимательских усилий руководителей? Короче, покупатели скольких альткоинов полагаются на существенные управленческие и предпринимательские усилия других людей для получения прибыли. Как много этих альткоин-проектов имеют генеральных директоров, финансовых директоров, директоров по маркетингу, лидеров и всего того менеджмента и структуры, присущей бизнесу. То, что называют CEO, COF, CMO. В таких проектах нужны предпринимательские усилия, чтобы построить что-либо ценное. Это есть то, что называют секьюрити. Теперь давайте предположим, что у нас есть криптовалюта. Ну, например, пусть будет D-Coin. У D-Coin есть большая команда. Если она будет каждый день работать и улучшать проект, D-Coin будет набирать все большую ценность. Компания будет с каждым днем весить все больше денег. Если команда завтра решит забить на все болт, мол, это оказалось невозможным, у нас закончились деньги или еще что-то, что будет с D-Coin? Продолжит ли он делать больше денег? Если ответ на этот вопрос нет, то тогда вам сразу же понятно, что весь проект зависит от управленческих и предпринимательских усилий. Посмотрите на все эти проекты. Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin, Binance Coin и так далее. И задайте себе этот вопрос. Что случится с каждым из них, если команда решит забить болт по добровольным или принудительным причинам? Выживет ли проект? Если нет, то скорее всего этот проект является тем, что называют секьюрити. Думаю, это очень поможет вам в ваших инвестиционных решениях. Одно предложение из одной новости уже может помочь. И теперь то, что заслужило красоваться на превьюшке. Предложение биткоина может превысить 21 миллион. И это не фейк, это действительно реально. Причина, почему я уделяю так много внимания таким вещам, как багд, таким вещам, как институционалы, заключается в том, что они начинают сейчас делать конкретно то, чем они занимались годами. Позвольте мне сказать так, как мне хочется сказать. Эти уроды разрушают экономики. Это правда. Биткоин-холдеры могут быть искушены практикой частичного резервирования. Нас уже туда ведут. Практика частичного резервирования. Чтобы вы понимали, это частичное резервирование ничего хорошего никогда не предвещало. Вот вам отрывок, который я уже когда-то вставлял, но не могу удержаться, чтобы не вставить снова. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии. Все они разваливаются. Почему же это происходит? Это не мистические силы и не природный катаклизм, типа цунами. Они разваливаются, потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. Частичное банковское резервирование – это банковская деятельность, при которой только некоторая часть банковского клада хранится как банковские резервы в виде наличности или других высоколиквидных активов, доступных для снятия денег со счета. Большую же часть отданных на хранение денег банк выдает обратно в виде кредитов, при этом оставляя возможность изъятия только части депозитов по требованию. Частичное банковское резервирование практикуется большинством современных коммерческих банков. Проще говоря, ребята, частичное резервирование – это такая система, в которой только часть банковского депозита обеспечена наличными деньгами, поэтому доступна к выводу. А все остальное раздается кредитами и прочими займами для раздувания денежной массы в экономике. Теперь мы понимаем, о чем идет речь, и это очень важно для дальнейшего обсуждения. Эксперт по криптосфере Эрик Уолл подчеркивает, что сейчас ничто не мешает владельцам BTC расширять предложение. По такому принципу, например, строится деятельность банковского сектора. Финансовые учреждения под надзором регуляторов передают свои активы в управление третьим лицам. Однако фактически банки продолжают контролировать переданные им активы. Аналогичный механизм можно запустить и в криптосфере, считает эксперт. Чуть позже вы поймете, как это сильно похоже на то, что делает Бакт. Вы сейчас слушаете это и ужасаетесь. Но самое ироничное, знаете, в чем заключается? В том, что мы сами с вами это и делаем. Это идея, о которой все говорят, холдить, это же средство сбережения. Купи, храни и через 10 лет радуйся. Мы тем самым способствуем развитию модели банковского частичного резервирования. Мы делаем это, потому что не используем биткоин как валюту. На данный момент большинство биткоин-энтузиастов держат монеты на собственных кошельках. Однако кастодиальные сервисы для криптоактивов расширяются. Coinbase, например, уже предлагает многочисленные кастодиальные кошельки. Такие платформы, как Бакт, получают доступ к управлению криптовалютой, которая находится под их хранением. То есть фактически они торгуют биткоином от имени своих клиентов. Все это является первой фазой использовать IOU вместо того, чтобы пользоваться биткоином напрямую. IOU это долговая расписка, если что. Такое использование BTC напоминает операции с фекселями, которые обеспечены золотом, размещенном в банковском хранилище. И мне даже нечего возразить, я вынужден с этим согласиться. То, что мы наблюдаем, это самое-самое начало идеи банковского частичного резервирования для биткоина. Подумайте о том, как в действительности устроен Бакт. Уже не так много энтузиазма вызывает, не так ли? Подумайте о том, что биткоин не был задуман продолжением долговой экономики, в которой мы все существуем. Он был задуман спасением от нее. Но они пытаются внедрить долговую экономику в биткоин. И если это случится, все выйдет из-под контроля. С учетом растущей привлекательности цифровой валюты, многие криптобиржи начнут раздувать фактическое предложение биткоина. Сейчас биржи обрабатывают сделки примерно с полтора миллионами биткоинов ежедневно. Это лишь небольшая доля от общего предложения монет. Внебиржевые операции оценить еще сложнее. Капитализация биткоина превышает 144 миллиарда долларов, а в сутки сумма сделок с биткоином может достигать 4 миллиардов. При этом некоторые монеты вообще никогда не перемещались, предположительно они были добыты самим Сатоши Накамото. А часть монет потеряна навсегда, так как их покупатели потеряли ключи к кошелькам. Некоторые, только что добытые биткоины, майнеры удерживают, чтобы затем продать их на внебиржевом рынке. Пока никто не пытался выдавать векселя на право обладания такими монетами, но нельзя гарантировать, что такие случаи не будут иметь места в будущем. Ребята, все это значит, что от 30 до 50% монет биткоина выпали из циркуляции. Они оказались фактически потерянными где-то в блокчейне. Разве это не может быть идеальной ситуацией для создания системы частичного резервирования для биткоина? И теперь идея холда вдруг тоже представляется с другой перспективы. Холд также приближает этот сценарий. И все мы внезапно и неожиданно для самих себя вносим свою лепту в это. Это просто безумие. Это называется, как мне дальше жить с этим? И вот как биткоинов станет больше 21 миллиона. Все благодаря I.O.U. Разрешите этому случиться, и тогда биткоин будет тем, что называют Debt Based Economy. Я пытался понять, как работает частичное резервирование. На самых простых уровнях это достаточно просто. Ну а дальше? Что дальше? Единственный ответ на все вопросы – это долги. Все больше и больше долгов. Манипуляция, фондирование – это очень нездоровая система. Она больна. И когда я разбирался в том, как она работает, я пришел к выводу, что она просто создает рецессии, приводит к банкротству, к коллапсу, рано или поздно. Когда я стал биткоин-энтузиастом, а потом максималистом, я знал, что вот есть биткоин, есть ограниченное количество монет, я вижу в этом ценности, для меня это важно. Вот что происходит в маленьком мире одного максималиста. Но это не работает в окружающем мире, где правит жадность. Это не работает с жадностью. Неужели выхода из этого просто не существует? Зарабатывайте. Что ж, мистер президент, боюсь, мне снова предстоит повторять старую пластинку, что я и делаю уже не первый год. Но суть в том, что, как я думаю, вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии, все они разваливаются. Почему же это происходит? Это не мистические силы и не природный катаклизм типа цунами. Они разваливаются, потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит, банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. В придачу мы имеем и моральные риски из политической сферы, причем очень значительные. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Центральные банки снижают размер процентных ставок, а значит, мы не видим реальной ценности денег. И они еще смеют обвинять реальные розничные банки в манипуляциях ставками Либор. Степень нахальства просто поражает. Это центральные банки. Центральные банки-комиссары манипулируют процентными ставками. И вишенкой этого кулинарного изделия становится отсутствие нормальных депозитных гарантий. Поэтому, когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик, по сути, оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. Продолжение следует...